Приветики, всем меня зовут Яна и добро пожаловать в старый квестеринг. Продолжаем проходить вип-квест. У нас родился жеребенок, как вы знаете, но мы его еще не видели. Сейчас мы подошли к Джону. Джон, конечно же, очень рад, что у него появился жеребенок. И он сделал первый шаг на пути к своей мечте. Для участия в звездном чемпионате он хочет получить деньги за приз. За первое место в звездном чемпионате. И спокойно уйти на пенсию. И жить на эти деньги. Вот такая у него мечта. Сейчас нам покажут нашего жеребенка, как он выглядит очень интересно. Учитывая того, каких родителей мы с вами выбрали. Если вы не смотрели первую часть по квесту, обязательно посмотрите. Это все есть в плейлистах. Вот такой у нас жеребенок, очень симпатичный. С коротеньким хвостиком. И очень милый. Но у него, знаете, такой боевой характер. Он тоже постоянно сбегает. Вот. Мы сейчас им очень сильно восхищаемся. Он нам очень-очень нравится. Особенно нравится Джону. Джон просто в невероятном восторге от него. А Афина рассказывает, что у этого жеребенка такой непростой характер. Сейчас мы будем проходить квест, который будет закрытый. То есть мы уйдем из онлайна. Вот. И не сможем общаться с друзьями. Но здесь просто об этом предупреждают. Так. Мне нужно обижать за жеребенком. У меня здесь такое задание. Нужно его догнать. Так. Стой. 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 Угу. Все догнали. Отлично. Но он снова убегает. И мне снова придется за ним бежать. Вот такой вот он у нас шустрый. Так. И мы его снова догнали. Дальше он не может пройти. Его никто не пускает. Так. Ну все. Это задание мы тоже выполнили. Отлично. Сейчас я на ферме у Афины. Она мне показывает, как вырос наш тот самый жеребенок, которого мы нашли возле доски объявлений. Реджи, по-моему, его звали. Она спрашивает, помню ли я этого малыша. Конечно же я помню. Вы посмотрите, как он быстро вырос. Да, его зовут Реджи. Он очень красивый. Вот такой гнидой конь получился. Как Афина у тебя так получается, что жеребята так быстро растут? Буквально за пару недель, да? Здесь две недели, по-моему, всего прошло. Вот. И она предлагает поучаствовать на нем в чемпионате. Опробовать его. Посмотреть все недостатки, достоинства. Вот. Насколько он быстр. Это его будет, я так понимаю, первое участие в чемпионате. Поэтому я соглашаюсь. Почему бы и нет? Итак. Первое Родео Реджи. Так, Реджи. Первого уровня. Я не знаю, что здесь можно сделать. Давайте посмотрим его навыки. Его способ... А, у него здесь открытое ускорение. Прикольно. На первом уровне уже ничего себе. Так, здесь желательно все проходить на 100%. Потому что прибавляется стамина. Я так понимаю, у него стамина очень быстро заканчивается. Мы из-за этого сможем, да, пройти не на золотую ленту. Так. Я, к сожалению, не знаю этот трек. Прохожу его впервые. Да, не очень хорошо пока что не делаем. Но стамины хватает. Я даже понятия не имею. Успеваем... Ай, бошечки-кошечки. Вот это да. Вот здесь я плохо перепрыгнула. Я даже понятия не имею. Успеваем ли мы по времени. Вот у него стамина закончилась. Что-то я тут немножко не рассчитала. Давай быстрее вы здесь проходи. Опа. И получили бонус. Ай. Ты? Найс. Ладно. Окей. Перепрыгнули. Управление, конечно, такое тяжеловатое. Не такое, как я привыкла на вулкане. И игра еще, как вы видите, очень сильно лагает. Я не знаю, с чем это связано. Вроде мы... Вроде мы играем как оффлайн. Здесь вообще не должно быть никаких лагов. Но вот у меня вот так. Вы даже сами видите по картинке. Так. Здесь... Ух ты. Там тоже нужно будет перепрыгнуть. Опа. Чуть-чуть не хватило нам. Четыре секунды. Ну, в принципе, можно было бы переиграть. Но мы переигрывать не будем. Я надеюсь, что мы выполнили этот квест. Потом я уже переиграю. Скорее всего, не на нем уже, на другой лошади. Вот быстро может получить гемы, да? Ну все, отлично. Афина не очень довольна, конечно, результатом будет. Она говорит, что есть некоторые проблемы. Нужно будет их решить и тому подобное. Тем временем наш жеребенок сбежал. Вот. Поэтому мы отправляемся на его поиски. Вот такой он у нас резвый. Все время сбегает. Нам нужно бежать в ту сторону. Я не ту лошадь взяла. У меня здесь таминус все время заканчивается. Так. Мы подходим к мельнице. И мы видим, что наш жеребенок забегает в мельницу. И дверь за ним закрывается. Автоматическая дверь оказывается у мельницы. Но ключей у меня нет. От этой двери она еще и захлапывается. Самозапирающаяся автоматическая дверь у мельницы. Да. Это только в игре может быть такое. Поэтому мы видим по соседству мужчину. Подходим к нему. Разговариваем с ним. Вот. Его зовут Артур. В процессе разговора выясняется, что ключ унес ветер. Вот. И ключ висел на столбе. Вот. И его унес ветер. И сейчас ключ находится на крыле мельницы. И поэтому мне нужно будет отправиться туда. Вот. Это мельница. Ключ здесь, но она тоже заперта. И у меня также нет ключа. Вот. А ключик у нас висит на крыле этой мельницы. Вот такая история. То есть нужно найти еще один ключ, чтобы достать вот этот ключ. Мы отправляемся в Хардсайд. Наверное, для того, чтобы поговорить с хозяином. Его зовут Гарри. Ну да, вы помните Гарри. Конечно же, по прошлым нашим квестам. Квестам Хардсайда. Гарри рассказывает, что ключ унесла синяя птица в гнездо. Гнездо находится на ратуше. Мне нужно будет добраться до этого гнезда для того, чтобы достать ключ. То есть квест будет достаточно сложным. Но надеюсь, что решим эту задачу. Вот. Он показывает гнездо. Там находится ключ от этой второй мельницы. Итак, здесь есть вот такой выступ, по которому можно забраться. Давайте попробуем. Я его не сразу нашла. Мне пришлось побегать вокруг. Просто я увидела вот эту доску. И я поняла, что по ней мы сможем пройти сейчас и перебраться на крышу. Так, давайте аккуратненько это все сделаем, чтобы не упасть. Все, прыгаем. Опа, у нас получилось. Все, мы добрались. Ура. Забираем ключик. Так, отлично. И возвращаемся на ту мельницу. Чтобы ее открыть. Итак, мы на месте. У нас открывается новое задание, где мы должны достать ключ, который повис вот здесь наверху крыла. Вот, открываем дверь. Нет, наверное, нужно будет спешиться с ложки, потому что там на ложке очень сложно подниматься. Лестницы очень узкие, поэтому идем пешком, чтобы выполнить это здание, чтобы его не провалить. Здесь поднимаемся по лестнице, посмотрим, есть ли сундуки. Сундуков здесь нет, в принципе. Здесь тоже нет с этой стороны. Все, поднимаемся по лестнице. Долгий путь нас ждет, очень много этажей. И так, мы уже наверху. Я просто не все снимала. Останавливаем. Останавливаем наши крылья. Или там, как они называются. И мы видим ключик, вот висит. Нам нужно будет подняться за ним по этой узенькой досточке. Сейчас будет у нас паркур, мы не любимы. Давайте здесь наверх поднимемся крыжком. Отлично. И аккуратно нам нужно будет запрыгнуть на эту лопасть. Как это сделать? Аккуратненько. Я боюсь просто перепрыгнуть, я не хочу все начинать сначала. Давайте аккуратно запрыгиваем. Еще раз. Опа. И идем потихонечку, бежать я не буду. Потихоньку-потихоньку идем. Ох, добрались. И забираем ключик. Отлично. У нас все получилось. Мы сразу внизу оказались. Так, теперь нам нужно будет сюда телепортироваться, чтобы попасть на первую нашу мельницу, где у нас заперт жеребенок, чтобы его оттуда выпустить. Так, это сюда поднимаемся наверх. Все супер. Очень интересные квесты. Мне нравятся, прям настоящие приключения. Тем более сюжет такой интересный тоже. Здесь уже обозначен у нас квест. Все, выпускаем. И жеребенок у нас убегает. Стоит и куда? О, и моя лошадка тоже за ним побежала. Ничего себе. Догоняет его. Какая ответственная. Нет, не ты. И я за ними побежала. Неужели мне пешком придется идти? Моя лошадь убежала. Обалдеть. Так, 114 метров. Ладно, пробежимся пешком. Что теперь делать? А, нет, моя лошадь здесь. Сейчас мы ее оседлаем. Здесь недалеко. То есть, жеребенок наш уже знает, где его дом. Он побежал домой. Скорее всего. Вернулся к хозяйке нашей. К Афине. Давайте ей сдадим это задание и получим награду. Так, вот наша хозяйка. Поговорим с ней. И она нам отдаст награду. А на этом я с вами прощаюсь. Надеюсь, вам понравился этот квест. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, если вы вдруг еще не подписаны, чтобы не пропустить следующие серии по игре StarCastrian. Буду обязательно продолжать снимать вип-квесты. Очень-очень интересно. Очень понравилось. Прощаюсь с вами. Была Янита. Увидимся в новых роликах. Субтитры создавал DimaTorzok